И, друзья, дайте знать, как меня слышно. Спасибо, спасибо, отлично. Значит, меня слышно, значит, дела идут. Спасибо, друзья. Итак, настал очередной весенний вебинар. Название не меняется о нашем бизнесе, о разных аспектах, скажем так, нашего бизнеса или наших дел. Лучше подходит сюда наше совместное дело. Бизнес – это не наше, скажем так, не присущее нам слово, но вошедшее в наш обиход, как бы. Особых новостей у меня сегодня для вас нет. Все, что я говорю, это в какой-то степени, как бы, уже для кого-то новости. Различные аспекты, скайвей, того дела, которым мы занимаемся. Кто-то готовится, кто-то занимается уже, находится в этом бизнесе. Мы уже сообщество, и это очень важно. Вот, и поэтому очень важно разобраться в целом ряде вопросов. Возникают вопросы. Почему-то, конечно, на нашем чате, то ли народ, и вы боитесь, или как-то стесняетесь, скорее всего, высказывает свои какие-то мнения по поводу строительства более большого дома, чем скайвей. Но, поверьте мне, значит, вы можете и по строительству дома скайвей высказывать свои дома, я имею в виду дома, в понимании как системы. Слава богу, началось маленькое движение, началось по поводу строительства вообще домов, экологически чистых, там, или экологичных, там, ресурсосберегающих, достаточно недорогих, там, и так далее. Но, понимаете, что сейчас в интернете вообще в среде очень много различных технологий, но вопрос в том, что, что нам, как бы, подходит, это другой вопрос. Ведь не все то, что дешево, оно рационально, понимаете, поэтому здесь можно подискутировать, но это предмет беседы в чате. Поэтому сегодня начнем с вами нашу, как бы, беседу. Ну, есть, конечно, некоторые новости. Это то, что, в первую очередь, это то, что я, как бы, постоянно нахожусь в движении, так уже складывается все. Тоже, значит, вернулся на прошлой неделе, только вернулся из Белоруссии, где мы разобрались там целым рядом вопросов интересных. Очень получил, очень хороший обзор о возможностях интеллектуальной ограды, кстати. Потому что у нас этот проект «Ни шатка, ни валка» здесь в Прибалтике двигается. Присматриваются к нему строители. Вот, уже клиенты некоторые заинтересовались. Возник целый ряд вопросов. Вот я их выяснял в Минске, в КБ. Вот, и сейчас вот жду от них еще дополнительных там разрешенных картинок и разрешенных, как бы, снимков того, как это выглядит в ночном видении, или в ночной, или, ну, когда нету солнечного света, как это все выглядит, чем монитор, что в мониторе показывает этот маленький юнибус, который, или модуль, который двигается по периметру ограды. Вот. Это очень важный, интересный проект, и о нем еще будем говорить, когда он здесь более живой будет. Поэтому на этой неделе, вот я буквально вчера был в Риге, там очень интересно двигаются дела. Я неуполномочен, ну, просили не афишировать этого. Я прошу прощения, не успел выключить скайп. Сейчас я его выключу, значит, прошу прощения. Поэтому целый ряд чиновников, с которыми удалось, не удалось, а они просили встречи, они все связаны с транспортом, с развитием транспорта. Вчера даже обговорили, как они будут, или, вернее, как они прибудут на Экофест, потому что они очень сильно заинтересовались. Но одна проблема у всех чиновников, независимо от того, где мы об этом в Скайвее говорим, в Латвии, в Эстонии, неважно где, не видят они финансирования, потому что, ну, бюджетное финансирование, оно все заложено или запланировано. Муниципальное планирование, оно еще более, как бы, такое, ну, как бы, не прогрессивное, а такое, как оно есть, консервативное достаточно. Вот, и поэтому, но, тем не менее, на проектирование или, скажем, предпроектные какие-то исследования, описание средства по всей вероятности можно будет найти. Писали мне вот, очень сильно зашевелились финны, у них прошла целая серия описаний и, скажем, информации в прессе, в интернете, в интернет-пространстве о том, что там есть такое местечко недалеко от Турку, Сало, вот, что там муниципалитет заказал, провел работу уже по оценке того, как можно применить гиперлуп на расстоянии, это где-то 140 километров от Хельсинки, по направлению от Турку к Хельсинки, применить технологию гиперлуп. И выясняется, что муниципалитетно пополам с одной частной компании оплатили 200 тысяч евро за вот это такое, так называемое, скажем, ну, прогнозирование, что там могло бы быть на базе вот этой технологии. Самой технологии, как таковой, еще практически нет. То есть, и мне вот финны уже оборвали все возможные каналы связи с тем, что, слушайте, ну вот давайте что-то сделаем для Скайвей, будем смотреть, как это делать. Но, все не так просто, и поэтому беседы, как бы подготовка этого всего идет. Впереди очень интересные поездки, на следующей неделе уже, скажем так, обговорено, будут встречи в Тбилиси, в Батуми, причем в Тбилиси будут и представители из Азербайджана, собирается рабочая такая, как бы, ну, команда или группа, или неважно, как мы ее назовем, все зависит от того, как мы там в протоколе это дело обозначим, которая будет заниматься именно подготовкой изначальных данных для того, чтобы оценить возможности рассмотрения этого проекта и подготовить соответствующую как бы базу для заключения соглашения с нашей головной компанией на будущее проектирование именно от Баку до Турции, там в Турции еще пока не ясно какой это город будет, вот, и далее оттуда в Европу, в Италию, там, и вдоль, вдоль, значит, на на запад Европы там разные варианты есть, вот, и может быть даже на Ближний Восток, ну вот, и поэтому, поэтому вот эти работы очень важны, и это все то, что для нас очень важно, поэтому давайте сегодня придем, если там потом будут вопросы, Артур, Батуми, в Батуми когда будет? В Батуми это будет скорее всего 5 и 6, 5 числа скорее всего будет встреча там, с кем пока не могу вам сказать, да, запись будет, да, запись сегодня будет, как, делает запись, сейчас посмотрю, Танат вы меня испугали, остановить запись, нет, запись идет, спасибо, вот, значит, итак, дорогие друзья, давайте пойдем дальше, смотрите, я еще раз вернусь обратно к нашей базе, где мы находимся, я с методичеством определенной это повторяю, вот, и вношу некоторые еще дополнения сюда, всем ясно, что мы находимся на переходе или на втискивании или входе в предбаннике шестого технологического уклада, неважно, какой он там по счету, разные есть системы, то есть, нового технологического уклада, это транснет, это так называемое развитие транспортных всевозможных систем, возможностей, условно говоря, улучшить и обеспечить безопасное передвижение грузов всего материального, в том числе естественное тело человека, вот, и от этого зависит то, как будет изменяться наш социальный уклад, экономический уклад, и как будет изменяться наш социальный экономический уклад, удастся ли нам шестым технологиям, с технологическим укладом разобраться, но, как вы знаете, предстоящая, или скажем, не предстоящая, а прошедшая история показывает, что независимо от того, как складывается экономика, социальная среда, подтягивает технологический уклад, подтягивает это все к себе, естественно, тут можно философствовать, можно долго на эту тему говорить, но все более и более входит, дорогие друзья, духовный уклад, как основа того, как мы будем развиваться дальше. Иначе, как и Анатолий Эдуардович говорит, и ученые это повторяют или подтверждают, что у нас времени всего два поколения, если еще осталось полных два поколения, это значит порядка 50 лет, то есть где-то до 2060 года. если мы сделаем какие-то выводы, а основания есть, что к этому мы двигаемся, много оснований есть, что не делаем выводы, но тем не менее будем положительны, что технологическом укладе мы готовим и идем к тому, что критическая масса понимания в социуме и в экономике подойдет, мы продвинем технологический уклад в том направлении, чтобы сохранить нашу цивилизацию, сохранить или ее трансформировать в новую цивилизацию, которая будет способна распоряжаться тем, что на планете у нас есть, что матушка земля и природа нам дала. Но смотрите, здесь очень важно еще то, кто помнит прошлые мои как бы презентации или рассказы на эту тему, там очень важно, что нам предлагает наука, какова у нас сложилась культура, причем она абсолютно разная по разным регионам земли матушки, но тем не менее есть культура, она есть основа того, как происходит и как происходят эти изменения, каково образование, но еще очень важно со всем с этим связано и воспитание, каково наше воспитание в социуме, каково наше воспитание в семье, все начинается с теми в принципе, но это все между собой связано, то есть это, дорогие друзья, это все основа того, куда и как мы будем развиваться с нашими планетарными проектами, да, какая-то трасса километр, полтора километра, 15 километров, 150 километров, 46 километров, 246 вокруг Москвы, неважно, любой этот проект, он локальный, но уже изначально он начинает приобретать планетарный, как бы, он становится элементом планетарного проекта, потому что только благодаря этому, только благодаря этому, что там такое, а, я пошутил, ясно, так, кто-то тут мне картинку, это ты, Алексей, нам сегодня Алексей помогает, вот, ага, перебросилось туда, так вот, таким образом все это между собой очень взаимосвязано, и смотрите, что дальше, очень важно сегодня нам осознать, что все изменения, а многие изменения, вот даже то, чем мы занимаемся, они зависят от того, каков экономический уклад, и что в экономике происходит, вот, на встрече со представителями городского, ну, мэрии, Риги, скажем так, завелся разговор, непростой разговор, о том, каков у нас экономический уклад, какие у нас перспективы, когда мы стали обсуждать, каково финансирование, может быть, и пришли к тому, что очень большим подспорьем локального проекта в Риге, пилотного проекта, может стать народное финансирование, вот, то встал вопрос, а позволит ли нам существующий экономический уклад действительно это делать? Да, и пришли опять-таки к выводу, что не все, ну, как бы, положительно, мягко выражаясь, или еще нет, не сложилась так называемая финансовая среда, банковские системы, но изменения идут, все об этом говорит, что изменения идут потихонечку, я не знаю, говорил ли я вам в прошлый раз или нет, но вы знаете, очень важным таким знамением или знаком стало то, что, когда я был в Минске на прошлой неделе, Анатолий Бородич мне сказал, вы представляете, что министерство экономики, нет, финансовые организации Банк Белоруссии попросили, значит, дать описание опыта, насколько это возможно, народного финансирования проекта, чтобы подготовить какие-то определенные, ну, скажем, изменения, что-то сделать для того, чтобы в государстве применить этот метод, потому что применяются облигации государства и так далее, но народное финансирование это что-то совсем другое, понимаете, это не занял деньги, дал, занял одну сумму денег, дал большую сумму обратно за проценты, которые навалил на проект и таким образом государство профинансировало. Народное финансирование абсолютно другую логику имеет, и эту логику надо вводить. Мне задали вопрос, значит, а скажите все-таки, что это такое, это краундфаундинг или краундинвестинг? Я сказал, это краунд, то есть, это так называемое народное, потому что толпа, как переводится дурацко это слово, народ, значит, это все-таки система, которая еще не описана, но есть элементы краундфаундинга, есть элементы краундинвестинга. Если, как только, это знаете, как в политике, вот скажи мне, пожалуйста, что это такое, как ты только говоришь, что ты, например, там, центрист, о, значит, ты на шкале партии в центре, все, ты не имеешь права это, ты не имеешь права это делать, так и здесь, ведь пытаются сказать, ну, если это краундинвестинг, пардон, идите, бегите за лицензией, если это краундфаундинг, да, ну, тогда вы можете небольшими порциями рассчитываться потом и так далее. Поэтому у нас и то, и другое, и поэтому это еще следует описать. То есть, мы делаем вклад и в экономический уклад. И, естественно, дорогие друзья, мы формируем и социальный уклад, то есть, мы влияем на него. Что такое является возможности именно, скажем, инвестирования, владения пакетами, которые выходят уже акции, выходят в конечном итоге, выходят на IPO, выходят на международную биржу. Это и есть социальная программа, дорогие друзья. Это только вопрос в том, у кого, насколько ума хватает или хватит ума сохранить эти акции до того момента, когда пакеты акций начнут мощно работать. А пакет акций начнет мощно работать, когда начнет мощно работать технология. Это все между, мы сейчас несколько позже о капитализации сегодня поговорим. Это все социальный уклад, дорогие друзья, он от этого зависит. Потому что, например, из тоже новость, может быть, она где-то уже проскочила, скорее всего, проскочила, что в Бразилии нас ждут. Сейчас идет подготовка, значит, со стыковки времени. Там очень большой университет. Ректор этого университета услышал про систему Skyway. И он сразу понял, а нельзя ли нам как-то привлечь к этому студентов. Если студенты поверят, если студенты подключатся, то можно создать так называемый фонд, студенческий фонд, где будут инвестировать понемногу, то есть большая толпа, большая группа профинансируют и создается студенческий фонд. Это абсолютно уже социальное движение, социальные моменты начинают включаться, и в дальнейшем поддержка студентов. Это не только пакет студентов, который у нас есть, понимаете, а это уже мощное сообщество студентов. Если это 10 тысяч студентов, каждый по 25 долларов или сколько он там проинвестировал, вместе они уже большая сила. Понятно, да? То есть тут начинают уже большие цифры работать, дорогие друзья. Поэтому и социальный уклад мы формируем. Мы создаем для этого возможности, для этого базу, опыт создаем. Поэтому это все не так просто. Значит, но зато интересно. И очень важно, я закончу вот этот слайд тем, что воспитание, каково идет воспитание, причем воспитание, я повторюсь, начиная от семьи, проходит через школу, через наше сообщество и выходит на общественный уровень конкретного государства, и межгосударственного уровня, кстати, тоже. Ну, это у нас очень знакомая картинка. Я повторюсь просто, чтобы вы еще раз себе это дело выяснили, что мы имеем дело, когда задается вопрос, что является продуктом, инвестиционным продуктом. Да, чтобы не спешили, говорит, о, это акции. Нет, это не акции, дорогие друзья. Кто-то говорит, нет, это с пеной у рта доказывает, только это экотехнопарк, мы же его капитализируем, туда все, все денежки. Ну, в какой-то степени правильно, но тоже не совсем правильно. Кто-то говорит, это технология, тоже в конечном итоге неправильно. Три единства, все, все, каждый элемент из этого треугольника сам по себе, он не является инвестиционным продуктом. Все три вместе создается так называемый инвестицион, или база, или так называемая основа инвестиционного продукта, потому что акции, они нужны для того, чтобы экотехнопарк был построен. Ну, а зачем экотехнопарк, и зачем эти акции, если не было бы технологий? А технологии есть, нет технопарка, технология лежит где-то в голове, где-то там что-то описано, где-то имеются какие-то интеллектуальные документы, описывающие интеллектуальную собственность, все. Вот, она тоже в этом плане, она еще в зачатке находится. Акции привнесли, начали строить экотехнопарк, появилась площадка для оживления технологий. Я специально это повторяю, дорогие друзья, понятие транснет. Звучит понятие транснет, почему не звучит? Понятие транснет очень сильно звучит, дорогие друзья, потому что это новое, новое, скажем, технологическое, технологический уклад или новый, новый период, куда мы вошли, у него уже все элементы, все присущие элементы ему существуют. Но суть сейчас не в этом. Можно об этом говорить и нужно об этом говорить, что такое транснет, но это тема других товарищей, которые об этом могут говорить. Для нас очень важно, что таковая, таковая, это необходимость есть, понимаете? То есть социум, социум, наше общество, оно требует, чтобы произошли определенные изменения и на вооружение были взяты новые виды транспорта. Поэтому, где бы я сейчас сегодня, вчера, вот я беседовал в Риге, значит, они говорят, да, что трамвай можно использовать, но это уже позавчерашний вид транспорта. Какой сегодняшний вид транспорта? И вот начинается, может быть, этот, а почему не монорельс? Да не монорельс, потому что это позавчерашний тоже вид транспорта, дорогие друзья, по многим параметрам. Вот. Поэтому Транснет, он требует новых видов транспорта, которые и экологичны, и безопасны, и ресурсосберегающие, и так далее, и так далее. Это и соответствует определенным критериям передвижения и перемещения материальных объектов, в том числе тела человека, извиняюсь, да, с наиболее, наиболее безопасным, наиболее рациональным для всех. Причем шла речь еще и о том, что, значит, задавал я вопрос Анатолию Дарвичу, кстати, вот о теле человека заговорили, что существует и в обществе сейчас ведутся достаточно большие работы, много подготовлено по поводу того, что так называемые электромагнитные воздействия на человека, электромагнитный спам, который на нас давит, вот, и электромагнитный, и биомагнитный, и воздух, и так далее, и так далее. Что как защищены люди в юнибусах, юнибайке, существуют ли какие-то приспособления, которые будут защищать? Анатолий Дарвич, я подумал и говорит, вы знаете, что в принципе сама система, которую, когда мы строили, мы закладывали уже так, что, чтобы не было вот этого так называемого воздействия, электромагнитных, мощных воздействий на человека, или на организм человека, вот, но тема интересная, и я сейчас не могу вам все раскрывать, но этим мы тоже занимаемся. И это возникло откуда, то, что немцы начали предлагать свои возможности, но заинтересовало и нескольких то, что существует так называемое уже приложение к смартфону, приложение к смартфону, где возможно оценить, кто в какой это среде находится, потому что мы знаем, что у нас уже различные торговые сети давно продают различные наклейки, закладки, бог знает еще, которые говорят, что вот, положи ее сюда или приклей ее сюда, ты будешь защищен, но никто не знает, в какой среде он находится, вот, а это приложение дает возможность оценить, каков, каков вот этот, на человека какое воздействие, какую, на каком уровне находится, находится, причем по трем или по четырем там сферам, значит, электромагнитное, биомагнитное и, по-моему, там было еще состояние воздуха, который человека и ультрафиолетовое излучение, по-моему, тоже было еще, инфа и ультрафиолетовое, вот, так что это все можно оценить и тогда посмотреть, если ты этой коробочкой использовал, каково там состояние, вот, и этим тоже наше КБ тоже, в этом направлении тоже работает, это очень важно, дорогие друзья, поэтому Транснет, вот вы задали вопрос, почему не звучит понятие «звучит», очень хорошо звучит это понятие, и мы занимаемся, и вот таким образом смотрите, значит, что очень важно, при этом, что на строительство объектов, как только закончится строительство экотехнопарка, то технология начинает работать на строительство объектов, но при этом мы всегда не должны забывать, что это венчурные инвестиции, Что такое венчурный? Это значит, что у них есть определенная степень риска. Инвестиционный стартовый проект – это наш инвестиционный стартовый проект, это Экотехнопарк. Высокие выгоды мы рассчитываем с вами и видим, и будем, и надеемся, и уверены в том, что будут высокие выгоды. Мы сегодня открыто говорим, что риски высокие, но риски сегодня временные, или же, что я всегда говорю, что это риск по времени. Месяцем раньше, двумя-тремя месяцами позже отработана и заактирована одна технология, сделана на то, что сейчас практически проект в графике, и все работы проходят. Но есть какие-то сбои в любом процессе, и вот риски только этого характера, понимаете? Это в любом проекте. Что-то не подписали, где-то не приехали и так далее. То есть в этом, в конечном итоге, будет ли что-то в 2018 году или будет в 2019 году? Да, есть разница, но, извините меня, что этот риск такой, о котором сегодня все, честно говоря. Вот, поэтому дальше. Здесь тоже это все ясно. И теперь смотрите, что очень важно, что я еще хочу вам сказать. Инвестиционный проект Skyway. Здесь очень важно то, что мы говорим. Я повторюсь, мы говорим, что венчурный инвестиционный проект, проект стартап. Мы не говорим, что здесь продают и покупают акции, дорогие друзья. А я зачастую это слышу. Спрашивают, Владимир, вот смотрите, проект продажи акций. Какой проект продажи акций? Кто продает акции? Покажите мне, где эти акции выставлены на продажу? Они на продажу нигде не выставлены. Инвестиционное народное кредитование. Да, это есть, все правильно. Гарантии возмещения кредита. Мы кредитуем это движение и получаем в залог акций ограниченного доступа. Они акции не открытого, а ограниченного доступа. Пойди сейчас где-то, продай их или купи. Нет, этого нет. И когда я вот так вот ответил финансовая инспекция, они сказали, да, тогда, пожалуйста, вы правильно, вы в краудфаундинговом пространстве правильно действуете. Но тогда это и говорить надо всем, а не выдумывать что-то из головы. Высокая выгода, но высокий риск. Все. И как только мы это так говорим, то мы четко знаем, что мы никого не лукавим и никого не обманываем. Что мы делаем? Говорим только то, что выяснили. Если ты не знаешь, я стараюсь тоже не придумывать. Если я выдумываю что-то или говорю, давайте я подумаю, вот это мое мнение. Но, извините меня, у меня есть определенный опыт. Если у тебя или у нее нет этого опыта, то только то, что вы выяснили, надо говорить. Не надо ничего выдумывать, не надо добавлять. Как бы вы эмоционально не хотели это сделать. Называем все своими именами. Не знаем, как назвать, но тогда выясняем и говорим, я потом тебя назову, как это называется. Излагаем официальную позицию. Где я официальную позицию вижу? Ходите, дорогие друзья, в ваши личные кабинеты. Открывайте документы, знакомьтесь с этим делом. Ах, времени нету. Ну, тогда обратитесь к своей верхней линии или высшей линии, к своим коллегам, которые являются вашими, ну, так называемыми спонсорами или вашей верхней линией, которая вас пригласила. Если они компетентны, если нет, обращайтесь к лидерам ваших регионов. Люди есть, которые очень хорошо все понимают, во всем разобрались, и у них как бы от зубов все отскакивает, то, о чем они говорят. Вот это и есть официальная позиция. Готовимся профессионально. Профессионально это значит, что бизнес, он требует профессии. Извини меня, человек не сможет продать или продать свои булочки, если он их непрофессионально сделает. Если даже он делает пирожки, пардон, или готовит там что-то, или, я не знаю, что-то там, делает какие-то украшения. Соответственно, если он непрофессионально это делает, у него нет навыков, у него нет компетенции, то соответствующий результат будет. Но мы-то занимаемся бизнесом, кто занимается бизнесом. Кто готовится, знайте, что готовиться надо профессионально. И обращаемся за разъяснениями. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, выясняйте. Люди доброжелательны и вам помогут, в том числе и я к этим людям отношусь. Что за всем этим делом стоит? Ну, дорогие друзья, у нас здесь багаж все лучше и лучше. Все как бы богаче и богаче технологий, которые выводим в массовое использование. Помните, да, там у нас технологии в треугольнике находятся. Бизнес-план выполняется. Проект развивается. И этап, и ЭТП в 2017 году будет в эксплуатации. Мы будем с вами свидетелями такого ключевого или переломного момента введения экотехнопарка в эксплуатацию. Я сегодня не берусь биться головой о стенку и говорить, что все будет сдано. Нет, дорогие друзья, не все. Но основные части, которые у нас в бизнес-плане записаны, они будут уже приведены к 1 июля в такое состояние, когда практически городской транспорт навесной и подвесной, легкий транспорт или так называемый туристическо-развлекательный транспорт в юнибайке и грузовой транспорт будут в состоянии полного процесса сертификации. Все эти транспортные системы будут отлажены, и мы это сами увидим. И идет завершение, или тогда будет к тому времени уже определенная фаза или стадия завершения работ, связанных с высокоскоростным транспортом. Идет процесс, дорогие. Но что за этим еще стоит? Но за этим, тем не менее, сегодня еще стоит слабая правовая регуляция и статус народного финансирования. Об этом мы тоже уже неоднократно говорили, но это надо учитывать. И ничего страшного, работать, функционировать, заниматься этим делом, учитывать это дело. Но я вас постоянно буду призывать и призываю, потому что я все больше и больше сам уверяюсь в том, что те, кто из нас правильно поняли или поймут еще в ближайшее время, что то, чем мы сейчас занимаемся, это дело, которым нужно и можно заниматься до скончания своих дней. Это мощнейший средств, это мы с вами сидим в капсуле, которая называется транснет. Вот тот вопрос, который мне задали, да? Это транснет, это мы находимся как бы, если бы мы сидели в гараже, где начинался интернет в свое время, или в том университете, где открывался интернет, связь открывалась между студенческим, в студенческом городке, первая интернет-связь. Вот. Поэтому это очень важно, и это для нас просто надо понять и это использовать. Но существует еще и отрицательный опыт многих мировых проектов быстрого обогащения. Почему это сюда вынес? Потому что, когда люди вначале идут и начинают рассказывать о медицинском проекте и проекте Скайвей, то очень часто ударяются об стенку того, что говорят, а вот там это так было, а там было это так, а там было это так. Да, многие люди об этом наслышали, но это не значит, что если в семье Ивановых, пардон, отец гуляет, то это не значит, что в семье Петровых он гуляет, понимаете? Или наоборот, что он там хромой, и здесь он тоже хромой. Нет, просто так там было, да, где-то было, есть отрицательный опыт, но там люди не учитывают всех факторов, которые там присущи. Да, это МЛМ, да, это сеть, конечно, это сеть, правильно. Ну, назовите мне более эффективную какую-то систему распространения информации и мотивации людей заниматься этой информацией. Сетевая, естественно, она самая эффективная. Интернет – это тоже сеть, дорогие друзья. Поэтому почему этим методом не пользоваться? Очень хороший, нормальный метод, если он правильно построен и не является, пардон, лохотроном, мягко выражаясь, понимаете? То есть не дурит народ. Вот и все. Поэтому здесь очень четко надо это понимать. Почему это, значит, опять-таки пирамида? Ну, дорогие друзья, что такое пирамида? Все пирамидально в этом мире. По иерархии, это иерархия, значит. А вот когда, как бы, верхушка занимается тем, чтобы снизу подкачать ресурс и ничего не производить, то там это совсем другое. Там отрицательный опыт. Там есть отрицательный опыт. Но наш, но и наш положительный опыт есть еще, кроме того, дорогие друзья, это строительство Экотехнопарка. Это мощнейший положительный опыт, который надо постоянно с ним знакомиться, смотреть, что происходит, как происходит, знакомиться с информационными выпусками Skyway Capital. Идет проектирование, народное финансирование. Это все такой опыт, который абсолютно еще будут годы, когда этим придется делиться, и это будут использовать уже в других системах. Ну, это так. Таким образом, мы плавно с вами подошли к IPO. IPO, я тут прямо вам написал, значит, что Initial Public Offering, то есть так называемое первичное, по-разному переводят, но мне больше нравится такое первичное, то есть первичное, открытое или публичное предложение акций. Кто-то скажет, а чего, нам не предлагали? Нет, акции не предлагали, предлагали инвестиции. Мы сели в этот поезд, который будет еще предлагать билеты. Понимаете? Мы их уже обрели и положили на полку. И то, что будет делаться на IPO, туда будут вывозиться те акции, которые еще не как бы распределены и не использовались в инвестиционном бизнесе. И это, дорогие друзья, 340 миллиардов акций в целом объеме. Вопрос только в том, сколько будет выведено и так далее. Но это отдельный разговор. Таким образом, впереди открытое предложение. А как мы это подготовим, от этого зависит и судьба того, какова стоимость и какова ценность будет тех бумаг, которыми мы сейчас как бы запасаемся, дорогие друзья, в закрытом пространстве компаний Global, извиняюсь, Евразия, Рейлска и Системс Холдинга. Так, здесь идут вопросы из Анапы. А какие гарантии возмещения кредита, Ирина? Гарантия есть акция. Во-первых. Во-вторых, вы выбираете, когда вы взяли залог, то, значит, вы взяли залог, и это есть гарантия, что у вас есть возможность ее воспользоваться при выходе на IPO. Так, но есть риск. Если вдруг мы не выйдем, ну вот если не выйдем, вот какой-то друг, да, это риск есть. И есть вторая гарантия требования, значит, вы взяли в залог эти акции, и вы можете у компании через там 3 года потребовать, значит, что верните мне эти 100 долларов, я вам возвращаю, Илья не воспользовалась этими 10 тысячами, ну, если 1 к 100, там, допустим, да, 1 к 100, да, значит, 10 тысячами акций, вот, и верните мне, там, дайте мне там 4%, если у вас была прибыль. А если нет, да дайте мне через 3 года вот эти 100 долларов. Вот гарантия. И есть право это требовать. А гарантий, железных гарантий нет. Я вас четко в этом могу уверить. В плане того, что никто дом не закладывал, никто не сейчас закладывал. Наша гарантия, это ЭКО-технопарк, дорогие друзья, понимаете? Он есть, в нем все эти средства. Вот это самая главная гарантия. По договору 4% или акции, да, правильно, в принципе, Татьяна, более-менее правильно, 4%, плюс 4%, да. То есть сумма плюс 4%. В любом бизнесе, даже действующем, есть риски. Вспомните, компания Nokia до сих пор пытаются реанимировать. Ну, Борис, а что там? Там нечего реанимировать эту Nokia. Значит, все, Nokia не развивалась дальше. Все, Nokia является, была, расцвела, расцветала, и все. Есть бренд, но компании нет. Вы знаете, откуда Nokia вообще начиналась? Первым, вообще, в самом начале выпускали резиновые сапоги в Финляндии. Вот еще Nokia начиналась. И потом она перешла только на мобильные и электронные устройства, разумеется, мобильные телефоны, приложения, электронные устройства. Так что все не так просто в этом мире. Итак, IPO, дорогие друзья. Друзья, по поводу IPO хочу вам разъяснить, вот как-то тут нехорошо это все перевелось, я не проверил, ладно. Значит, капитализация. Это очень важный элемент. Смотрите, первый, вообще первое, как бы, или один из вариантов капитализации, в чем он проявляется. Итак, рассмотрим, уставной капитал, акционерный капитал компании, 60 миллиардов долларов в нашем случае США. Плюс прибыль за, допустим, 2017-2018 год, прибыль компании. Допустим, это было 10% такой традиционной прибыли, это 600 миллионов долларов. Что это нам даст? Это нам даст по 10 центов на каждую акцию. У кого миллион акций, это значит, что 10 тысяч долларов в год, если такая прибыль компания получит. Примерно 10 тысяч долларов есть вариант, что я получу. Это капитализация, потому что прибыль у компании была 600 миллионов. Теперь, что еще может? Прирост имущества компании в 2017-2018 году, предположим, или спрогнозируем, что это 1 миллиард долларов. Насколько это, как бы, футуристически, или насколько это придумано, или не придумано? Уверяю вас, это не придумано. Откуда это миллиард долларов может быть в приросте имущества компании? А вы посмотрите, дорогие друзья, Экотехнопарк, нагляднейший пример проекта, который четко показывает, что я уверен, что, ну, уверен, не уверен, это так нельзя говорить, но я так полагаю, что стоимость, себестоимость этого проекта, проектная стоимость была 246 или 42 миллиона долларов США, если посмотреть по бизнес-плану, там есть одна и другая цифра. А реально это будет, я думаю, менее 200 миллионов, это точно, где-то около 160-180 миллионов долларов. Это значит, что такова его себестоимость. И теперь представьте себе, что по международным, как бы, стандартам, или по международным, как бы, сложившимся методам сравнительного анализа и сравнительной оценки, аналогичный Экотехнопарк, который занимается сертификацией, является площадкой, которая, как бы, показывает и представляет соответствующую нашу технологию, что их стоимость начинается от 120, от миллиарда 200, от миллиарда 300 миллионов, один миллиард 200, один миллиард 300 миллионов. Вот отнимите от миллиард 200, отнимите 200 миллионов, и вы получите, что прирост имущества компании, оценочный прирост, этих долларов пока еще никто не выложил, но это оценочный прирост. Вполне реально можно так рассчитывать. Я думаю, что такой Экотехнопарк на стадии, когда он сдан в эксплуатацию и дает возможность сертифицировать технологию, тот, кто будет покупать технологию, купит и этот Экотехнопарк за эту соответствующую сумму в балансе скажет, отлично, я ее акцептирую. Это значит, что у нас прирост 600 миллионов, 1 миллиард, миллиард 600 миллионов долларов, это прирост у нас, как бы, имущества, капитализация была только по прибыли и приросту имущества. Это первый тип или первый уровень капитализации. Теперь смотрим, что еще. Количество акций у нас по-прежнему 60 миллиардов штук, цена одной акции, номинальная стоимость акции 1 доллар, но сложившееся на бридже стало 1,1 доллар, доллар съехал тут при переносе, да? 1,1 доллар. Что это значит? Это значит, что капитализация 60 миллиардов штук, умножаем на 1, становится 66 миллиардов. То есть капитализация 6 миллиардов долларов. Если у тебя, товарищ Иванов, кто ты меня сегодня слушаешь, на руках или в твоем портфеле 1 миллион акций, то это, вот это значит, что 1 миллион 100 тысяч акций, как бы, у этого человека, у Иванова, капитализация 100 тысяч акций. В целом компании, это 6 миллиардов капитализация по расчету через биржевую стоимость акций. Таким образом, в целом у нас прирост капитализации по первому-второму уровню 1,6 миллиарда плюс 6 миллиардов, это 7,6 миллиардов долларов. То есть 12,7 процентов. Там можно дальше считать, смотреть, как это происходит, да? Количество акций такое же, цена одной акции 1,1. Прогнозируем, можем спрогнозировать на 18-й год или на 19-й год, что прирост, прирост, да? Видите, прирост 12,7 процентов. Прирост 12,7 процентов. Это значит, что стоимость, можно уже прогнозируемая стоимость будет 1,2 доллара, 1,24 доллара. То есть не 1,1, а 1,24. И отсюда можно считать, что уже на следующем витке становится не 12 процентов, а 14 процентов. Видите, здесь было 12,7, здесь было 12,7, а на следующем витке или на следующий год прогнозировать можно 14 процентов. И так далее, и так далее, и так далее. Это показывает о том, что через капитализацию она является так называемым одним из критериев оценки и недалеко не самым последним, если не одним из первых, или в первой тройке он стоит, который показывает, каково состояние компании, как идет капитализация. Для того, чтобы оценить, стоит вообще заниматься этими акциями или не стоит. Но это в будущем, когда они становятся, только акции становятся предметом инвестиций. Но это в будущем, дорогие друзья, понимаете? Так, тут есть вопрос. Миллион это 1 процент, 600 миллионов. Да, это 1 процент. Как 1 процент? 600 миллионов? Да, 1 процент, все правильно. Какая разница между простыми и привилегированными акциями, которые оба находятся в корневой компании? Ильдар, вы неправильно говорите. Не находятся. Вот смотрите, тогда я вам показываю еще раз вот эту картинку. Смотрите, что здесь у нас находится. Вот в этой компании находятся 60 и 60 миллиардов привилегированных акций. А, все правильно. Все правильно. Вы правильно сказали, я неправильно вас понял. Вспомните, компания, ну так, значит, между привилегированным акциям, которые оба, обе находятся, или оба пакета находятся в корневой компании. Никакой разницы. Они есть привилегированные, и эти 60 миллиардов, которые сюда вложили, и эти 60 миллиардов, они привилегированы, у них одни и те же условия. То есть это акции B. Это акции, которые дает, то есть компания Евразийный Рейлс Кавиа Систем Холдинг владеет 60 миллиардов акций. И Евразийный Рейлс Кавиа Систем Холдинг 2 тоже владеет 60 миллиардами акций. Точно такие же. Один к одному такие же акции, номера только другие. Вся разница. Другой разницы у них нет, дорогие друзья. Поясните, пожалуйста, я правильно поняла, что после выхода на IPO акционерами смогут отправить свою акцию через биржу. Продавать я буду только не проданную акцию. Не, не, нет, Елена, вы неправильно поняли. К счастью. Значит, при выходе на IPO с того момента, когда там будет просто так называемое затишье на какое-то время, это зависит от того, на какую биржу выходить, да, после этого у вас есть точно такое же право продавать свои акции и продавать на биржу. Биржа принимает, есть оценка, биржа говорит, да, вы даете указание своему биржевому маклеру или сами этим делом занимаетесь, становитесь профессионалом и говорит, я прошу продать вот эти акции. Акция номер такая, акция номер такая. Все. И этим самым никаких препятствий вам не будет. Только через биржу вы сможете это делать. Это когда будет IPO, а если внутренняя биржа, то же только через внутреннюю электронную биржу это можно будет делать. В случае, если компания Евразия, НРС, или же Global Transport Investment, обе компании имеют это право, открывать такую биржу внутреннюю электронную. Это значит, что компания или группа компаний покупает акции обратно из этих 60 миллиардов, так называемых, или тех, которые находятся у нас в нашем залоге и в нашей собственности, залоговой собственности. И кто-то хочет их отдать, то в зависимости от того, какова внутренняя котировка, это зависит от того, какой у нас в данный момент, на тот момент будет. Но раньше 10-11 этапа это не имеет смысла делать, потому что тогда начинает быть уже интересным компаний взять у Иванова или купить, если он хочет их продать. Готовность купить, значит, там миллион акций, допустим, или там 10 миллионов акций, да, или 100 миллионов акций. Вот, по стоимости, скажем, 0,1 или 0,2 цента, вот, а продать уже по 0,3 цента. То есть по одному центу с миллиона это уже большие деньги. Компания это уже начнет, мы уже начинаем за счет этого получать прибыль, потому что Евразия, НРС, КВС, вот на этой разнице получает прибыль. И такой бизнес ей выгодно делать, не продавая реальные новые, новые инвестиционные, или не продавая, а не отдавая в оборот, правильно так сказать, не отдавая в оборот существующие залоговые акции новые, а те, которые уже в так называемом залоговом обороте находятся у людей. Так, ага, про ЭКОДОМ рассказать, вся компания поможет в продаже. Да, конечно, поможет, естественно, но поможет не в этом смысле, понимаете правильно, Анатолий Гавдович. Значит, таким образом, здесь мы видим, значит, ага, здесь мы с вами прошлись. Так, значит, про ЭКОДОМ, да, немножко могу сейчас рассказать, прежде чем мы пойдем дальше. Давайте я закончу про IPO очень быстренько, да. Смотрите, факторы, которые влияют на стоимость компании. Вот эта стоимость капитала, вот я кое-что рассказал про капитализацию, это и есть стоимость капитала, так называемая. Какова она, ее оценивают в целом, вот, потому что стоимость капитала, это не только акции, не ценные бумаги, это все имущество. Мы затронули только слегка это. Это динамика денежных потоков. То есть, каковы денежные потоки, в каком смысле? Какой приход у компании, какие доходы у компании? У Global Transport Investment в данном случае. У Eurasion Railway Systems, хотя у Eurasion Railway Systems тоже интересно, были ли у нее доходы до момента выхода на IPO. Поэтому Global Transport Investment заинтересован нам, акционерам, которые мы там, внутренние акционеры, какой-то доход, поделиться с нами, да, каким-то доходом, как только он будет. Вот. Он должен это будет сделать, и это является критерием. Это тоже является динамикой денежных потоков. То есть, есть поток, акционеры получают, который существует, то есть, им прибыли и с прибыли выделяются на дивиденды. То есть, идет и компания, у компании есть доход, то есть, у нее есть проекты строительные, они прибыльные все. Это тоже говорит о том, что денежный поток прибыльный, то есть, положительный. Вот. Он покрывает все расходы, и есть прибыль. Процент прибыли такой, такой или другой какой-то. Темпы роста. Сколько вот, один вариант, например, я показал вам на капитализации, темп прироста где-то 12-14% в год показывает. Вот этот маленький такой срез, который я вам показал. Понятие, понятная и эффективная стратегия. Она у нас очень понятная, очень эффективная, но не все ее ознакомились. Эффективность управления активами. Но это больше относится к тем компаниям, которые, которые как бы распоряжаются активом, потому что к активам там надо смотреть, что в балансе относится к активам. Но в нашем случае активами являются средства, которые у нас дополнительно возникают, и в нашем случае является имущество. Как мы распоряжаемся имуществом того же самого экотехнопарка. Прозрачность структуры капитала. Да, это тоже вариант правильный. Риски отраслевые, экономические, страновые. Это много рисков, это все оценивается, очень важно является при оценке бизнеса. Риски отраслевые. У нас в этом плане, как бы, они не критические, потому что транспорт развивается, транснет очень важен, мы об этом уже говорили, правда, на словах. Экономические, да, экономические риски есть, что может что-то произойти там с деньгами, но у нас защита от экономических рисков есть то, что у нас капитализация и технологии существуют. Предположим, доллар больше нет, нет больше евро, нет больше юаня, остался рубль. Или рубля тоже нету, да, вот, и что-то придумали новое. Пересчитали, и у нас этот экономический риск есть. Есть только экономический риск какого-то провала, то есть был провал, но в целом у нас нету риска. Есть процедурный экономический риск. И страновые, какие-то там налоги могут где-то возникнуть и так далее. Но против этого лома тоже есть приемы, другие ломы. Так что мы не будем сейчас здесь углубляться. Стоимость заемного капитала. Мы практически, в нашем случае можно говорить о стоимости заемного капитала в 4%, которые мы вот, и расчетно можно говорить, для этого по тем, кто не взяли себе как бы залог. Только по тем, а это где-то 1-1%, наверное, не будет. Скорее всего, я так думаю по статистике. Там есть некоторые нюансы. И стоимость, собственно, капитала. То, об этом мы тоже говорили. Это очень важно. Те факторы, которые влияют на стоимость компании. А для нас очень важно, чтобы стоимость компании росла. И напоследок, прежде чем мы поговорим с вами об Экодоме, это следует изменить, наработать. Это толковая юридическая структура. Нам надо быть готовыми, что юридической структурой могут быть изменения какие-то положительные. Показатели бухгалтерской и финансовой отчетности. Корпоративное ведение и кодекс компании, группы компаний Skyway. Это все есть. Но описывать все это будет. Будет та компания, которая нас будет выводить на IPO. Создание представления о компании. Все, чем мы занимаемся, это уже мы создаем представление о компании. Вот оно от дня в день все положительный. Эффективное производство. Абсолютно в этом направлении двигаемся. Но это все надо будет доказывать на каждом шагу и не упускать из виду. Перспектива бизнеса. Та же самая история. Вот таким образом мы прошли этот круг. То есть это все, друзья, важные элементы, которые нам надо учитывать. Значит, что вас интересует по экодомам? Дело в том, что Анатолий Эдуардович, вот он, свой экодом, я вам показывал на каком-то из вебинаров. Он его проектирует из своих собственных средств. Пока масса вопросов открытых, вы же знаете, что эскизных что-то есть, чего-то нет. По всей вероятности есть основания, что может что-то будет сказано на Экофесте на эту тему. Это же тоже проект, который к нам не относится, но мы знаем, что этим занимается. Он не относится как бы прямо. И Анатолий Эдуардович говорит, чтобы не было понимания, что что-то еще делаем. Нам важно сегодня не экодом построить, а построить и создать все условия для того, чтобы заработала технология. Она бы, стали бы строить трассы. Потому что я вам скажу, я вам говорил уже это на вебинаре, экодом это хорошая вещь в отдельном, каждом отдельном случае. Но как только мы говорим, что мы хотим жить в поселениях будущего, то поселения будущего, будущих городов, они немыслимы без транспорта нового поколения. Это очень четко для себя надо представить. И поэтому я сегодня живу тоже в экодоме. У меня очень небольшая класса энергосбережения между А и Б. А это когда от 0 до 35 кВт час на расход энергии на 1 квадратный метр за год. Вот начинаете рассчитывать. Как это возможно? Что Анатолий Эдуардович, когда он рассказывал, он говорит, что стекло, там вакуумное стекло, оно дает очень интересный эффект. Когда там 20-25 мм толщина стекла, это равносильно тому, что полуметровая стенка построена с хорошего теплосберегающего в одну и в другую сторону материала. Все энергии, которые существуют, или все расходы, которые существуют внутри дома, они тепло рекуперируются, свет производит тепло и так далее. То есть там очень много интересных элементов, и мы об этом тоже, может быть, будем в ближайшее время говорить, когда мы начнем уже с вами беседы по поводу линейных городов и поселений. Потому что город, это в моем представлении и в представлении целого ряда специалистов, к которым я себя не отношу, просто я так прислушиваюсь, присматриваюсь, в кое-каких проектах присутствовал, что поселения, или вернее города будущего, это так называемые комплексы поселений и с центрами. А если посмотреть, что такое город, в нашем понимании, это некая система зданий башен, между ними своя связь и так называемый центр, который выполняет целый ряд функций, городских функций. Но это отдельная история. Поэтому, возвращаясь к эко-дому, хочу сказать следующее. Будьте уверены, дом будет экологичный. В этом же самом доме предполагается, что там будет и сад, круглогодично, определенная часть, которая будет открыта в нашем климате, она будет защищена. Круглогодично методом использования кассетной технологии можно выращивать постоянно, не бодаясь со своими теплицами, различными грядками, выращивать помидоры, огурцы и не бегать никуда, а только заботиться о том, чтобы вовремя вам кассеты заменил кто-то. Это отдельный бизнес, которым тоже кто-то должен будет заниматься. Поэтому эко-дом, это, дорогие друзья, дом будущего. И напоследок, наше время заканчивается. Spaceway, это одним из домов в доме Spaceway является Skyway. Какие еще дома здесь могут быть? Но, в принципе, рачительные, безопасные, эффективные, экологичные и так далее будут присутствовать, в базе будет присутствовать ресурсы основные, это информация, деньги, человек, организация, командный подход и так далее, и так далее. Но, какой будет следующий или сколько здесь еще домов будет, думайте, предлагайте. Да, будет построен. Этим тоже занимается Анатолий Дарвичева тоже будет строить за свои собственные средства первый дом. Но, дорогие друзья, есть целый ряд экологичных домов, и на эту тему можно говорить. Это не тема нашего сегодняшнего и вообще нашего беседы. Так что, я вас, есть ли вопросы еще? Так, спасибо, спасибо, Тамара Эдуардовна. Так, спасибо. Тогда, дорогие друзья, я смотрю, таких основных вопросов нет, пошли благодарности. Я вас тоже всех благодарю за внимательное, за внимательное отношение к этой теме. Вот, желаю всем весеннего настроения, больше солнца, берегите себя, своих близких и будьте счастливы. И тогда мы с вами все будем вместе процветать. До следующей встречи. На следующей встрече будет из Тбилиси, я буду находиться в Грузии. Может быть, что-то интересное вам скажу. Итак, всего доброго.